Здравствуйте, уважаемые детские классники, очень приятно вас видеть сегодня, такой чудесный, замечательный день. Меня зовут Яна Владимировна, я к вам приехала в ваш замечательный город из Фенции, кто-нибудь был в Фенции? Нет еще? Ну, если будет возможность побывать, нам ваш город очень понравился, я сейчас, наверное, говорю об имени всех конкурсантов. Скажите мне, пожалуйста, а какую вы тему выберете сейчас? О чем мы будем с вами бесыграть? Моральные ценности. Моральные ценности. Что важнее? Но прежде чем мы с вами общение начнем, чтобы вы немножечко расслабились, потому что я смотрю, вы напряжу меня немножечко, я вас сейчас попрошу чуть-чуть до ума повернуться и взяться завтра. Так, возьмитесь, пожалуйста, завтра. Возьмитесь, возьмитесь. Возьмитесь. А если мы спокойно? Давай, давай. Нет? Да, мы спокойно. Ну, посидите, хорошо. Итак, я вас попрошу закрыть глаза сейчас. Закрыть глаза. И попробуйте, пожалуйста, с закрытыми глазами сейчас поздороваться. Поплотим. Поздороваться. Попробуйте. Попробуйте. Так, а теперь попробуйте поссориться с закрытыми глазами. Да, я не вижу. Замечательно. А теперь попробуйте помириться. Помириться. Ага. Я вижу, у вас получилось. Не у всех, правда, но получилось. Замечательно. Почему было так сложно? Потому что иногда мы с вами не слышим друг друга, вероятно. Но я надеюсь, что эту ситуацию мы с вами исправим. Вот вы выбрали тему моральной и материальной ценности. Что важнее? А что важнее? Вот сейчас вот, что важнее? Для кого моральные ценности важнее? Для всех. Для всех. А материальные? Для всех. Для всех. Одно из другого не может существовать. Замечательно. Одно из другого существовать не может. А скажите мне, пожалуйста, как вы считаете, сможет ли ребенок оценить, ну, предположим, чудесную музыку или рекретную картину, если он просто хочет есть? Сможет? Не сможет. А почему, Юля? Как вы считаете? Силу, что же нужно оценить, что это в еде. А еде, да. А еда – это материальная или моральная ценность? Материальная. А картина? Это моральная. А если человек… А, да, и материальная моральная. А в каком случае она материальная? Материальная, если мы, например, будем покупать картины. Молодеть, коллекционировать. Да, потому что существуют безумно дорогие картины, которые могут позволить себе только очень богатые линии. Спасибо. Ребят, ну, давайте мы с вами сейчас немножечко поиграем. Я вас прошу отвечать только «да» или «нет». Итак, посмотрите, здесь вот две линии, таких вот импровизационных линий из вашего спортзала-скрахалов, как вы видите. Итак, если вы отвечаете «да», вы подходите к красным линиям, стоите вот здесь. Если нет, то зеленый. Итак, первый вопрос. Деньги – это абсолютное зло. Пожалуйста. Пожалуйста, деньги – это абсолютное зло. Выберите, пожалуйста, свой ответ. Деньги – это абсолютное зло. Итак, какой ответ вы выбрали? Вы выбрали ответ «да». Почему считаете, что деньги – абсолютное зло? Мы не можем отличаться. Так, зависит от чего. Они платят людей. Да, спасибо. А вы, противоположные, да, вы глядете только, почему? Ну, потому что, наверное, все науку можно, но хватит и другие отцены. Замечательно, то есть без этого мы тоже прожить не сможем. Следующий вопрос. Не в деньгах счастья, он здесь прозвучает. Может, кто-то изменит свою позицию? Почему вы изменили свою позицию? Потому что не в деньгах счастья. Не в деньгах счастья, а в чем счастье? Ну, для вас лично. Близкие отношения к тебе. Отношения к тебе. Люди вокруг были хорошие. Замечательно. Вопрос следующий. Бедность – это порог? Подумайте. Подумайте. Бедность – это порог? Так, спасибо. Бедность – это порог, да, вы считаете? А почему? А, вы правы, да, знаете, почему? То есть бедность – это плохо? Душевные качества могут быть важнее и... А зависит от человека вообще. Будет он так, влево, как? То есть человек не хочет работать, поэтому у него нет денег? А вы сталкивались с такими случаями? На улицах или еще где-то? Не сталкивались. Это замечательно, что вы не сталкивались. На самом деле, такие, наверное, ситуации случаются. Деньги – это символ успеха. Деньги – это символ успеха. Ага, Анна, ваше мнение. Анна, ваше мнение. То есть это на самом деле символ успеха, да? Это единственный символ успеха? Нет, это единственный, но не очень страшный. То есть сначала человек должен стать успешным и за это получать деньги? Да. Все, понятно. Так, а ваше мнение на символ? Может быть, и наоборот. Так. Ну, сначала он не может собрать деньги, но он не сможет стать более успешным. Более успешным. Да, вы сможете развивать? Конфликованно. Ну, супер. Да, попробуй, когда вы закончите школу, что вы сначала без успеха добиваться и сначала деньги зарабатываете? Успеха сначала добиваться в своей области, да? Отлично. Алексей, ваше мнение. Ну, что я возмущал, на самом деле, не всегда же так. Многие люди сами без денег начинают. Все, спасибо, замечательно. И последний вопрос. Деньги – это цель или средство? Это хорошо, я почему-то не задумываюсь, потому что на этот вопрос, ну, нет ответа, невозможно ответить «да» или «нет». Спасибо вам большое. Вы можете присаживаться к своему саду. И вот как раз мы с вами и вернулись к этому. Почему так сложно было ответить на вопрос материальной или моральной ценности? Вы его уже проговорили, да? Повторите еще раз, пожалуйста, и я. Все важно. Все важно. И материальные и моральные ценности. Совершенно верно. Хочу вам рассказать одну историю. Однажды, однажды, к очень-очень-очень героям профессора пришли его студенты, которые добились высот в жизни. Кто-то стал сам академиком, кто-то заработал очень много денег. И он предложил им чай. Профессор вышел на кухню и принес хлопот нос. На подносе стояли всякие разные чаши. И хрустальные, и фарфоровые, и стеклянные, и обычные, и длинные. Все разобрали чашки, налили себе в них чай. Профессор сказал, вот вы сейчас выбирали в каждом из себя самую хорошую чашу, а самые дешевые чашки остались на подмосе. Задумайтесь, что каждый человек выбирал чашку и смотрел, а что же у другого? Так вот чашка – это оболочка, да? А кофе, что это такое? Или чай, вот внутри, где чашка? Ну, конечно. Это, наверное, наша жизнь, да? Юлия согласна со мной, все остальные, ребят, со мной согласны, и тщательно. И вот то, что мы действительно хотели, сказал профессор своим студентам, это чай, а не наш. Поэтому надо наслаждаться чем? Внутренним миром, да? А не содержанием. Совершенно верно. Поэтому, ребят, вот скажите мне, пожалуйста, какой бы вы видны, сделали из этой истории? Давайте немножко по-другому, неправильный вопрос поставил. А какую чашку вы взяли? Ну, представьте, представьте. Мы простые возьмем. Наверное, простые, почему? Не развращенные еще. Тебе безразлично? Ну, это замечательно. У нас у каждого своя позиция, да? И это касается не только чашек. Постараемся выбрать себе красивую одежду. Для чего? Для себя, а иногда и для других. Девушки, наверное, меня поймут, да? Чтобы отземли. Молодые люди будут, наверное, выбирать себе машину. Такое, чтобы ехали, а они на этой машине и ездят снатву. Но это тоже только оболочка. На самом деле, я очень хочу, чтобы вы помните, что все в вашем городе. Я вас прошу сейчас обратить внимание на это. В одном городе жил мастер, окруженный учениками. Однажды один из них задумался. А есть ли вопрос, на который наш мастер не смог бы дать ответа? Он пошел на цветущий му, поймал самую красивую палочку и спрятал ее между ладонями. Держа ее, он думал, если мастер ответит, что бабочка мертвая, я тут же отпущу ее, и он увидит, что ошибся. Если же скажет, что бабочка живая, я сожму руки, и она погибнет. Подойдя к мастеру, ученик спросил, «Скажите, какая бабочка у меня в руках, живая или мертвая?» Не глядя на руки ученика, мастер ответил, «Все в твоих руках». Я очень хочу, ребята, чтобы вы думали об этом, когда вы принимаете, у него все любое решение в своей жизни. А вот сейчас, в окончании нашей с вами беседы, я бы хотела попросить вас сделать, как раз принять, может быть, одно из решений. Так, у меня на столе есть магнит, обратите внимание, они разные цветы, тоже здесь же, в принципе. Пожалуйста, подойдите к доске, у вас только какое-то решение. Вот чем ближе будет ваш магнит к центру Миши, тем темнее, может быть, оказался тот опыт, который вы получили сегодня. Соответственно, чем он будет дальше, тем меньше получили этот орган. Оцените, пожалуйста. Прошу вас. Так же здесь на всех власти. Подойдите, подумайте, подумайте. Оцените сегодняшний сезон. Да, оцените, пожалуйста. Получили что-то новое сезон. Задумывайте о этих вопросах. Я лучше, я не знаю. Единственное, просто с нами. А если мы не знаем, то все больше. Задумывайте. Нет, я думаю, что я прощу. Ладно, дай. Пославка какая-то. Как я мог. Осадчик. Спасибо вам большое за ваше мнение. Я вижу, да, что многие, в общем-то, принесли какой-то урок с нашей беседы, но над чем-то мне еще, например, стоит работать. Даже не столько вам, сколько мне. Я надеюсь, что жизнь нам с вами не будет приносить каких-то благих сюрпризов, да, и что мы будем извлекать из них жизненные уроки и уже основываться на собственном опыте в своих дальнейших решениях. Нет, все. Спасибо. 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 Спасибо.